Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Внимание! Тут конкурс нарисовался. В качестве приза набор ножей от самуры. Все подробности в соответствующем посте в инстаграме. Ну, ссылочку под видео посмотрите. Участвуйте! Сегодня в меню борщ с уткой. Обалденно вкусный! Немного истории. Самые первые упоминания термина «борщ» встречаются в новгородских химических книгах и в домострое. Как вы знаете, автором домостроя был духовник Ивана Грозного, монах Сильвестр. Так вот, в этом домострое сказано «до осени борщ режете, сушите и навсегда пригодится и в год, и вдаль». То есть его заготавливали. Борщ – это борщевик, трава. Так вот, похлебка из борщевика и есть тот самый протоборщ или первоборщ, та самая меба, из которой разрослось пышное дерево нынешних рецептур. Таким образом, как следует из письменных документов, родиной борща является территория древнерусского государства, значительной частью которого была в свое время Киевская Русь. Возможно, именно поэтому именно на территории нынешней Украины встречается наибольшее разнообразие рецептур борщей. Но при этом и Литва, и Смоленские земли, и Беларусь, и Ростовские, и Новгородские тоже могут порадовать нас своими рецептами, своими вариантами борща. Короче, за шесть веков рецептур наборозит столько, что выбрать вариант, подходящий лично вам, задача очень сложная, но мы попытаемся с ней справиться. Я надеюсь, что вот этот вариант вы уже готовили. Сегодня приступим к новому рецепту. Понадобится утка, чернослив, красная фасоль, томатная паста, капуста, зелень, безусловно, яблочный уксус, кроме того, картошка, лук, чеснок, свекла, морковь, острый перец и корень петрушки. Правда, в наших краях с корнями петрушки проблема, поэтому я решил его заменить пастернаком, тем более, что это дальний ее родственник. Поехали! Фасоль у меня была замочена с вечера и варится уже часа два, так что я займусь нарезкой овощей. Чтобы свекла при варке не потеряла свой цвет, ее надо сбрызнуть уксусом. Я уже говорил, берите яблочный, вкусный и ароматный. Еще лучше поставьте свекольный квас, нарежьте очищенную свеклу кусочками развернув с куриным яйцом, залейте трехпроцентным рассолом, добавьте щепотку сахара и оставьте при комнатной температуре на недельку, на две. Вот такую свеклу из кваса и надо использовать для борща и подкислять больше таким квасом всяко вкуснее, чем яблочным уксусом, пусть даже и хорошим. Так, отлично! В идеальном варианте, конечно, фасоль нужно варить в утином бульоне, заложить сразу вместе с фасолью в воду остов, ножки там и так готовить. Но, к сожалению, в наших окрестных магазинах утку я не нашел, целую имею ввиду. Сейчас мне потребуется вытопить жирка для обжарки овощей. Чтобы лучше топился, шкурку на грудке надо надсечь. Выкладываю ее в холодную сковороду и на среднем огне начинаю прогревать. И вот теперь обжарка овощей. Немного утиного жира во вторую сковороду. Теперь сюда свекла. А сюда лук, морковь и пастернак. К свекле сразу немного сахара добавлю, она у меня недостаточно сладкая. Как только начнет становиться мягкой, только начнет, добавляю томатную пасту. И продолжаю обжарку. К фасоли уже можно отправлять картошку и варить ее до готовности. Это займет минут 15. Закладываю все остальное. Капуста, свекла, лук, морковь и пастернак, лавровый лист с перцем, чернослив, мутиную грудку нарезать и в борщ ее и острый перец сразу же. В стандарте в украинские борщи в самом конце в кастрюлю закладывается толченое сало с чесноком, но я готовлю с уткой. Так что свиное сало в борщ не закладываю. Вот чеснока нарублю с укропчиком, вообще с зеленью. Овощная часть должна провалиться всего минут 5-10. Ну, зависит от количества этих самых овощей, от размера вашей костюля. То есть, если много положили, то она долго будет закипать. Короче, после закипания минуты 3-4. И можно выключать. Положить чесночка с зеленью. Все, сейчас настоится под крышкой уже без всякого нагрева минут 15-20, насколько хватит силы воли, и за стол. Основные этапы. Тут, конечно, и сметанки, и хлебца черного. Но это вы сами сообразите. Но вот чего нет у меня сейчас, того нет. Ну, и как вам такой вот вариант борща? Так, начну я с бульончика, конечно, со свеколкой. Ну-ка. Чудо! Просто чудо! Он с кислинкой, он сладковатый, там, насыщенно сладковатый, потому что и свекла сладкая, и лук обжаренный сладкий, и морковь сладкая, и сахар я добавил, и чернослив, в конце концов. Ой, просто чудо! И острый за счет чеснока, и вот это вот перца. Я должен это сделать. Я это должен сделать. М-м-м! Просто бомба! Так, еще. Слушайте. Все, даже рассказывать ничего не буду. Готовьте, а потом делитесь впечатлениями. Это, это вот такая вот штука. Да, ну и прощаясь с вами, напоминаю, что по промокоду ФРЕСКО вы можете получить очень приятную скидку. Получить вот такие вот классные ножи и многие другие. Спасибо за компанию. Всем пока!